Послушай, музыка вокруг, она во всём, в самой природе, и для бесчисленных мелодий она сама рождает звук. Ей слушат ветер, плеск волны, раскаты грома, звон капелей, птицы смолкаемые трели среди зелёной тишины. В Штайном зале научной библиотеки Тюменского института культуры 19 октября открывается книжная иллюстративная выставка «В гармонии с природой. Времена года в мировой музыке». Ни одно явление природы не волнует человека так, как смена времён года. Мы из года в год ждём наступлением весны или лета, осени или зимы, предвкушая красоту изменчивого мира. Образы природы – волнующая популярная тема в мировом искусстве. Картины времён года, шелест листвы, птичьи голоса, плеск волн – всё это можно передать музыке. Многие знаменитые композиторы умели делать это блестяще. Их музыкальные произведения в природе стали классикой. На выставке представлены произведения русских и зарубежных композиторов, посвящённых разным временам года. «Онегер», «Летняя пастораль», «Гебалин», «Осенние гармонии», «Штраус», «Весенние голоса», «Сверидов», «Зимняя дорога». Но есть произведения, которые охватывают весь годовой цикл. Четыре скрипичных концерта «Вивальди», посвящённые временам года, без сомнения, самое известное музыкальное произведение о природе. «Вивальди» передаёт своей музыкой и громовые раскаты, и шум дождя, и птичьи трели, и даже тишину осенней ночи. В оратории Гайда «Времена года» люди – часть природы. Они включены в её годичный цикл. Пётр Чайковский избрал для своих 12 месяцев жанр фортепианных миниатюр. Но и одно фортепиано смогло передать все краски и звуки природы. Александр Глазунов создал балет «Времена года». На выставке – грамзапись балета. Наш современник, Роман Давыдов, создал хоровую поэму на стихи Фёдора Тютчева «Времена жизни». О русской природе разнообразно и уникально написано множество стихов, музыкальных произведений. Она воспетов картина художника-пейзажиста. Некоторая репродукция украшает нашу выставку. Здесь же сборники стихов, а также песни, романсы, хоры о природе, созданные композиторами на слова известных русских и зарубежных композиторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова